Новая велосипедная дорожка принимает своих первых посетителей. Проложенная вдоль Пионерского проспекта от Дельфинария до Санатория Кристалл, она соответствует всем нормам и требованиям, предъявляемых к спортивным объектам. Протяженность более полутора километров. Коммунальщики уже сделали специальную разметку и установили дорожные знаки. Такие объекты, как велодорожка, очень важны. Я сейчас еще по ней проеду первый раз. Пока еще впечатлений нет, но судя по тому, как начинается, она очень хорошие впечатления. Большая работа ведется и на Симферопольском шоссе. Здесь сотрудники Римстроя продолжают готовить площадки для установки военной техники. Уже, возможно, совсем скоро у анапчан появится еще один музей под открытым небом. На данный момент сегодня установлено уже 450 дорожных бордюров. Готовится под заливку бетоном. Все это 8 карманов. Значит, 8 экспонатов будет стоять там военной техники. Общая площадь составляет в пределах 1800 квадратных метров. Бордюры дорожные выставлены. Дорога на сегодняшний день размечена будет выставлена. И будем ожидать завоза бетона. В курортной зоне города также ведутся коммунальные работы. На набережной рабочие красят столбы, урны и лавочки. На площади перед городской администрацией высажены тысячи цветов. Проверяется и запускается в действие система автополива. Но, пожалуй, самым главным событием стало открытие фонтанов. Они прошли тестовые проверки и сейчас полностью готовы к эксплуатации. Уже сегодня вечером у всех жителей и гостей курорта будет возможность увидеть, как фонтаны поют. Красочное представление можно увидеть каждый день с 7 вечера без выходных. Такой же поющий фонтан заработает и в Ореховой роще. Там под музыкальный аккомпанемент песен 70-80-х годов все желающие смогут насладиться красотой арт-объекта. Руслан Душевский, Анапа. Регион.